Икру из зелёных помидор Вот помидоры любого, любых сортов. Они могут быть и крупные и мелкие. Но хочу сказать, что всегда найдутся такие помидоры, которые немножко прихватило туманом. Вот такие помидоры, которые уже не поспеют и которые нельзя долго хранить, мы будем использовать для нашей икры. Мы удаляем эту часть повреждённую, разрезаем помидор и кладём в тазик. Если у вас таких помидор много, вы можете полностью их использовать для икры. Для икры нам понадобится лук репчатый, также нам понадобится морковь, болгарский перец, острый перец, соль, сахар, перец горошком и растительное масло. Значит, всё мы нарезаем такими частями, которые можно будет удобно пропустить через мясорубку. Икра готовится достаточно просто и быстро. Значит, пропорции у нас такие на 2,5 килограмма помидор. Помидор мы берём 1 килограмм репчатого лука, 1 килограмм моркови, 3-4 болгарского перца и 1 перчик чили. Вот такой маленький. Приступаем к измельчению. Помидоры мы пропускаем, морковь, лук и перец через мясорубку. Хочу сказать, если у вас тоже есть такой комбайн, то насадочку к нему лучше брать крупную, чтобы овощи у нас измельчались, не давился сок. Так вот хорошо она перемалывает. Но если у вас нет мясорубки, то есть у меня такие времена были, что не было такого прибора. Я на тёрке натирала морковь, мелко резала лук и помидоры просто мелко-мелко резала. За полтора часа они прекрасно варятся и превращаются прямо вот в однородную маску. Так, продолжаем. Добавляем соль крупную, специальную для засолки. Добавляем 3 столовых ложки соли. Добавляем 1 стакан растительного масла. И добавляем в чёрный перец горошка. Ну, штучек 10-15. И также добавляем сахар. Сахара мы будем добавлять где-то стакан-полстакан. Вот так вот. Чуть больше полстакана сахара добавляем. Так, всё мы перемешиваем как следует нашу икру. Она у нас такая красивая получилась, осеянная. И ставим на плиту. Доводим её до кипения. Естественно, нужно помешивать, чтобы она не подгорела и не поджарилась у нас. Доводим до кипения и готовим ещё полчаса. Где-то всё вместе это получится около полутора часов. Икра наша закипела. Вид у неё очень симпатичный. Мы понижаем температуру ровно в 2 раза, чтобы она у нас готовилась. И продолжаем её готовить. Значит, готовить мы её будем до полного приготовления, чтобы её сразу же можно было кушать. Мы будем кушать и будем баночки раскладывать. Продолжаем готовить. Икра наша практически готова. Значит, за 7 минут до её готовности мы добавляем 1 чайную ложечку уксусной эссенции. Для консервирования, чтобы у нас икра лучше хранилась. Всё тщательно перемешиваем. Накрываем крышечкой. Ещё 7 минут готовим. Икра наша готова. Мы её раскладываем по банкам. Банки у нас горячие. Мы их вытащили из духовки. Икра тоже горячая. Так лучше раскладывать. Так по меркам стерилизации так и должно быть. Так что раскладываем икру. Она у нас получилась очень красивая. Её можно кушать прямо сейчас. Баночки мы стерилизуем обычным способом. 30 минут при 50 градусах в духовке. Крышки мы просто залили кипятком. Выбнули предварительно. И залили горячей водой. И сейчас прямо будем закрывать. Баночки мы закрываем стерилизованными крышечками. Ходненько, на зиму. Их переворачиваем. И будем до утра устужать. Икру мы приготовили. Из зелёных помидор. У нас получилось 4 литра. Если хотите, то можете её кушать прямо сейчас. Она очень вкусная. А эти баночки мы приберём до зимы. Приятного вам аппетита. И спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok